всем привет ребят начинаю стрим вот очень скоро он начнется трансляции у вас я имею ввиду сейчас пару игр сыграю по и будем смотреть статуса против ютер мало финал линеров сегодня она тормозну что у меня есть дела как бы и выходные все будут стримов точно вот задержка 3 минут сразу выставлено помните об этом пока игру запускаем так сеточки все есть все есть что нужно 20 минут буквально сейчас на втором аккаунте пару игр сыграю все и хорош ты найдешь 1100 очков отдыха здесь если выигрывать просто моментально можно набрать очков свитер твитер-свитер и и и и и Продолжение следует... 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 Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Разработка завершена. Ваши войска вступили в бой. месторождение минералов истощено месторождение минералов истощено что ты бреду я пустота стиль месторождение минералов истощено снижение совершено снижение конверт ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затоптали что-то, затоптали. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. Сейчас пару игр ФП, статс против Ютермала, и на сегодня до вечера все точно. А скорее всего и до завтра. Сегодня много дел, вчера билеты я не успел поменять, надо билет съездить поменять. Плюс еще нам пару делят съесть. Так что так. Оп, какого-то мне тут дали ГМЛ-ного босса. Еще и нашествие карта провальная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дзерк попадает, но здесь либо ближние, либо по воздуху ближние РСП, как вы можете понять. Поэтому в любом случае я буду халявить. Хотя пул первый вполне может он сыграть. Спасибо за просмотр! Поехали! Не забывайте, пожалуйста! Поехали! 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 Продолжение следует... 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 Все, пришел статус, сейчас будут черкать карты. Квале на Старлигу я пропустил. Провал, что я могу сказать. А я думал, сегодня ничего не будет. Ну, зато же, ну, отпустил к врачу съездить, собственно, и с Машей посидел. А что, все, одна квалификация больше никаких игр не будет, что ли? А, ну там типа за проход в основную сетку, по-моему, еще есть. А, все, какие-то группы там дальше будут. Где каждый с каждым будет играть, что-то на Старлиге мудрят вообще конкретное. Я смотрю тут с системой проведения, прям вообще. Ну, будем смотреть, что я могу сказать. Будем смотреть. Тут уж я прошу прощения, я не пропустил все эти квалификации. Общая таза. Вот так. Вот так. Вот так. Двадцать. Вот так. Ум там. Так. Что, вот так pasó. Вот так. desperately поедешься. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, американские серверы, естественно, Ютермал против статса, а СОЛЛАР против ТВ будет на Корее, это очевидный момент абсолютно. Вот, ну мы ждем начало. Продолжение следует... Ну что, пошел онвайт. Ну, надо было следить, меня просто никто не предупредил про Старлигу. Если бы я знал, я, конечно, пришел бы постримить его, но я ж не знал, будто не пришел. Как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, сервер есть. Старта нет пока. Ну, все ждут. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, начинается наконец-таки битва Стацион Против Ютермала И только что я понял, что прогора Ведь мне воду должны привезти Подождите секунду, кошелек найду Субтитры сделал DimaTorzok Да 50 рублей где-то искать Наличных нет? Ни хрена Ну ладно Сейчас найдем потом, ребята Прощение, отошел, пришел назад Стат Ютермальчик Храм в альдах, первая карта Ютермал играет Через рипера реактор А нет, это просто через реактор он играет Устаться, смотрите, сверх ранний пилон На камнях пошел, интересный очень пилон Это второй пилон Сразу же на камня строится Либо это старгейт, либо это что-то Я не знаю, что это вообще может быть Да, это старгейт, судя по всему Потому что других вариантов я тут не вижу просто Да, пошел старгейт Очень-очень ближний К оппоненту Насколько будет готов Ютермал Пока непонятно Но он видит, что пилона, например, нету здесь Второго И куда он поедет? А он, кстати, к Силнаге, по-моему, и собирается поехать Пробку видит А она с другого направления Друган пришла Ты не прав И сныкал рабочую гланту Все, он вообще не понял Что здесь всего один пилон А должен быть где-то второй Короче, не разведует ничего Ютермал не будет готов стердейту, судя по всему Нет, финал-то точно не сегодня будет А вот когда тоже вопрос хороший он будет Ну что? Адептиками попытался Статс понапрягать Ничего не получилось Здесь Оракул прилетает К которому Ютермал А, абсолютно просто не готов Минка где-то вообще не понять Где Минка-то находится? Я чуть не понял Вот она за газом Но Статс-то спалил, что она за газом Эта Минка просто И Не хочет сюда лететь Совершенно Третий Нексус уже у Статса пошел В Оракул улетел ГГ пишет Ютермал Ну это полный фейл Игра вообще Отстаться Хорошая Ютермал Пишет ГГ сразу же 1-0 Ну Изи Просто изи Не готов В СК-2 появятся смайлики Мне вообще плевать Что там УСК-2 появится Лучше бы УСК-2 Фри-ту-плей появился Как бы И Зилы там бы Сапоги стали бы родовать Как я говорил бы Просто И не заморачивались бы Ты Кереб V С Продолжение следует... 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 Так, принимает КСМ-очку сейчас Кстати, посмотрите, на второй-то базе Нечем абсолютно статусу отбиваться Мин-то закапывается По адептам Бабаб пошел Один адепт минус Минку выкапывать, ревелэйшн сейчас кончится Конечно, минку выкапывать Отводить сейчас за адептов просто Пилон минуснуть или вот сюда Сместиться от пилона нужно Куда там минка-то вообще не понимаю Так, сейчас нужно поднимать Обязательно будет Нужно за камнем улетать Иначе борода этому медиваку будет Либо за эти камни нужно улетать Иначе печаль Это понимает прекрасный ветерман Нужно дропать мариков, конечно Минку нужно копать обязательно Ара, пул дэмэдж врубает Минка стрельнуть не успела Но нормально Стат Спасси уходит Сейчас отсюда Сколько там еще осталось Все, ревелэйшн кончается Не, 85 Каждой бутыль Ты что? 3 за 20 литровых 85 Хорошо, ну вообще как бы С доставкой Ну здесь-то халява Здесь вот я стримлю Здесь лифт, в принципе, есть Здесь 9-этажный дом На новой квартире На новой квартире Там хрущевка обычная Как бы там на 5-й Наднести им Так что разница небольшая с вами Ну как 80 сотка Так 3,80 Это там 240 было Сейчас 25 Ну а сотка Это 300 Ну полташечка Просто в руке Хотя что сейчас На полташечку особо Ничего не купишь Но тем не менее Летят медиваки Ну как ничего не на самом Много чего купишь Полташечка Это Полташечка Это полташечка Короче, прилетают медиваки сюда Дропаются марики Тройной дропчик От ютермала идет 79,83 По лимиту И в этот раз Начало От ютермала Гораздо лучше Получается Чем в прошлой игре Причем есть стимпак У него Но он не решает Он не решается Он просто не стимпачится Сейчас Зачем ему стимпачится Раньше времени Нексус падает Сейчас пилончики Можно еще развалить Здесь два пилона На самом деле Стоят халя Так, стимпак На минку Надо выманить адептов Отойди ты назад Чуть утермал Е-мое Назад не отходит Что-то он адептов разваливает Еще одного разваливает Отходит назад немножечко Статс понимает Что здесь есть минка Подводит одного адепта Вперед Минку поднимать успевает И статс просто Улетел сейчас Ну, простите Утермал улетел сейчас Но и утермала Тоже статс напрягал Только что Развалил 6 ксм А как я сказал Что пропустил этот момент Вообще Тут призма летала Но в итоге Две в две базы Боевого лимита Тирана больше Ну не в два раза Но в полтора В данный момент Плюс один Здесь гридов Никаких особо нет Только адепты И фениксы Все билом Нужно пробивать Добивать Просто убивать Причем через камни Я думаю Через эти точку сбора Из дома просто ставить Призму поймал Сейчас статс Статс утермал Так и либератор Строится смотрю Ну разгружаться Нужно что Идти вперед Что и делает Сейчас Сютермальчик Статс пока Отстраивается Понемножечку Плюс один И скорость Таки адептам Доделается Совершенно другие Уже адепты Стран Ну плюс один Разве что Так не решает Ладно Пока мальчики Были без щитов Там плюс один И без Плюс один С трех С двух ударов Это конечно колоссальная разница Но Здесь щиты есть уже Но скорость атаки Вот что главное И не 1.61 А 1.11 Теперь скорость атаки Соответственно Удара Один удар Происходит В такое Время Так Четыре термал Входит до сюда Два пилона Боится дальше идти Либератор Берется Так На хг Передропшил Либератора Надо разложить Прямо на рампу Конечно Замечательно Раскладывается Либератор Начинает бомбить Но три феникса Прилетает Его прикрыть бы Чем-нибудь Этого юнита Ценейшего Сейчас Прикрыть нечем Статс еще умудрился Минку отфокусить Великолепно играет Просто Проц Корейский И оставить Вынужден Здесь У термал Несколько юнитов Адепты Адепты Их просто Изничтожают Сейчас Насколько Крут Статс Нексус Восстановил А Не Ну это Просто Что-то С чем-то Просто Захлебнулась Атака Да боевого лимита Еще и термала Много В общем Он не дозаказывался До этого А Адепты С плюс один Со скоростью атаки Такое сейчас КСМ Устроили Это просто Бой Избиение Но здесь Правда Криво Статс Вперед Пошел Раз Отдает Основную Армию Но теряет Экономику Всю практически Депошки-то Прикрой Ё-моё Депошки Не прикрывай Здесь Врыв идет На иммортала Иммортал Еле живой Но уходит Из-под рейнджа Здесь Адепты Просто Изничтожают В итоге Все Мародеры С мариками Пытаются Отбить Отобьют Конечно Но не без потерь 21-55 Парабам Лимита Боевого Сейчас Проатаковать Нужно На эфке Просто Сюда Все Вести Вместе С либераторами Причем Ни на какие Передропы Вот сюда Заходить Раскладывать Их И так Чтобы Био Прикрывало Их От Фениксов Еще один Либератор Здесь Еще один Раскладывается Либератор Вот так Вот и выдавливать Его Конечно Так и пытаться Выдавить Протса Отсюда По другому Никак Вот Сентря Зашла Ошибка Сразу Сентря Просто Минуснулась Еще Либераторы Ближе Раскладываются Сейчас Настолько Близко Что Так Уже Все Они будут Перекрывать Два Аверчажа Выставляется Статс На пофиг Уже убивает Либератор Просто адептов Разрывает 68 110 По лимиту Кажется Это последний Боевой лимит Что есть У Тирана Поэтому Нужно Предельно Четко Отконтроливать Под Либераторами Все Всеми юнитами Драться Не давать Убить Либераторов Ни в коем Случае Чинить Рабочими Которые Приехали Сюда Зачем Они Сюда Вообще Приезжали 60 На 118 Либераторы Все Еще Есть Часть Живых Перекрыто Все Пространство Тут Грелочки Уже Строются Что-то На обороне Можно Было Конечно Ютер Мальчику Оставить Но Он Ничего Не Оставил КСМ Куда Увел Не Понимаю Что Он Делает Здесь Все Больше И Больше Юнитов Это Печально Боевой Лимит У Протса Уже Значительно Выше Чем У Тирана Но Стационарного Тирана С такими Либераторами Очень Тяжело Разобрать Как вы Я думаю Можете Понять Если Сможет Стат Засетить Каким-то Образом Либеров Своих То Все Шансы Есть На Оборону Нормальную Рабочие Переводятся Сейчас Сами Автоматом На Третью Нужно Сейчас Сделать Ютермалу Грелка Иначе Сейчас Начнет Расплавить Так Здесь Либераторы Вперед Идут На Стимпаке Заходят Юниты Наверх Почему-то Стат Неагирует Грелкой Выбивать Можно Спокойно Либераторов Нужно Снимать Все Отсюда Вообще Наверх Уводить Телепорт На ХГ Сдел Так Видит Ютермал Телепорт Сюда Пошел Нужно Отводить Юнитов Смейна Уведить Что Два Либератора Они Так Нужны Здесь В этой Атаке Блин Минки Перекопать На ХГ Тоже Там Две Минки Вообще Ничего Не Прикрывают Нужно Вычинить Все Сейчас Принимает Решение Ютермал Идти В другом Направлении Либератора Один Здесь Отлетает Мариками Грелку Пытается Разобрать Вроде Как Разбирает Грелку Но Сзади Подходит Гигантский Прирост С Фениксами Со всеми Делами 85 на 37 Минус Ютермал Это Бился Как лев По другому Не могу Сказать Но Проиграл Но Проиграл Первый Раз Зря Ютермал Передробывался На Хайграунд Мое Мнение И Прирост Отсекал От себя Можно Было Просто Напросто Вот так Ж Занять Позицию Подводить Все И там Никаких Призм Особо Не Летало Ну что же Ждем Продолжения Пошел Ланвайт Заходим Продолжение 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 следует... 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 Придется юбилейки взять... Повторные... Последнее время стал юбилейный... Которые просто попадаются... Разные собирать... По приколу... Города воинской славы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет... Привет... Пацаны тоже... Всем... Продолжение следует... 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 Так, третья орбитал, погодите-ка, куда? Нет, третью ЦЦшку не видел сейчас, стат с Ютермал, Ютермал там КСМ, кстати, которая возвращалась, решил ее использовать, чтобы она без дела не ставилась, ДПОшки ставит, это разведывательно получается, ДПОшка, ДПлюс и Вижен лишний. Здесь третий барак у нас пошел, третий ЦЦшку уже КСМки вовсю строят, минералов очень много, сейчас три барака плюс Старпорт с Медиваки попрут, пора инженерку запиливать до два газа, здесь уже, да, инженерка пошла, стеночка на второй базе, и газа нужны, чтобы Медиваки успевать строить, плюс в инженерке грейды, плюс щиты нужно заказывать, газа нужно количество добычи сейчас увеличивать серьезно. А здесь три гейта, блинк призма у нас будет, Ютермал мимо статса проезжает, статс вообще не реагирует на КСМку, всеми вперед попер, нет, он нагловато, что могу сказать, маленький вниз спускается, стим еще не готов, вот сейчас до стимпака придет этот блинк, а блинк будет до стимпака, и проблемы могут быть у Ютермала сейчас, как-то он нагловато спускается, кого-то дропать, как обычно начинает, кого-то там, 3 к ТВ. Бывает и у ТЭК-ТВ, что тут можно сказать. А, второй комп сломался. У них два актервера, один перестраховочный получается. Так, всё, взял, тут монет. Скок за великие луки Их тут как в грязи просто, этих монет На стимпаке спускает всю и термал вниз Призму забирается, эти два сталкера в этой призме сидели Самое интересное Еще один на бункере отдается Но тут статца то ли пинг подвел, то ли слишком самоуверенная контроль его Адептик заходите, афтеры есть на хг, но тут юнитов достаточно, чтобы статца выбить отсюда нафиг В итоге статс минус здесь разменялся абсолютно точно Ну хз, по-моему, все тут нормально по газу и термала было рассчитано, судя по тому, что сейчас происходит Вот, может быть, где-то и можно подапгрейдить билд Это всегда так есть Ну и термала исполнение обычно Просто очень сильно на него уклон стоит Адепт три сталкера, харасс на мэн идет Не готова еще Туречик сейчас будет готова с этой стороны, поэтому залетать будет тяжеловато А вот здесь можно будет дробься спокойно Так, прилетает медивак И термал мимо полетел, ну е-мое Как полетел-то? Нет, чтоб дробуем, просто наверх дробнуться, разгрузиться Так, за... Как это статс так блинкался? Такое ощущение, что он прям в призму блинкался, мне показалось Какой же термал мертвый, а? Ну это просто отдача всех дробь Смотрите, статс принимает один, еще не успел разгрузиться Вторым ее термал улетел Великолепная у него ситуация была бы по лимиту Если бы не эти отдачи, если бы он вот здесь призму пораньше прогнал То есть у него просто сейчас было бы на примерно лимита не на 6 больше, а на, наверное, 20-ку где-то Причем это боевой бы был лимит, ему просто можно было бы выйти и убивать сейчас Он делает, кстати, рейндж-либератором Вот это интересный момент, рейндж-либератором Калявный грейд это тут на этой карте А есть ли у статса старгейт вообще? У статса нету старгейта Это такой фейл на сумеречных башнях Если термал сейчас-то поймет, ему можно просто раз, два Даже не надо в атаку идти, три либератора завести сюда И просто только ГГ останется писать фактически Ну и в лоб с рейнджом либераторским тоже атаковать на самом деле очень неплохо Можно адепты варпятся Здесь где-то, где они варпятся все А, они варпятся к основной армии Вот здесь вот Статс уже 149, 138 ютермала По грейдам ютермала встает значительно Причем, ну хороший такой микс для выхода в лоб Био, хорошее количество либеры плюс минки Ну что же Опять же вот 8 лимитов никуда Ну приведи ты дробь к основной армии, если выход делаешь Нет, ютермал чем-то отдает Агрессивный подлинг со стороны статуса Либераторов раскладывает Био где-то сзади вообще все бегает Био сейчас ютермаловская Он убегает просто домой Либераторов пытаются завести Вот что сразу нужно было сделать Либераторов завести с правильного направления просто Вред, Сиф Не понял, Сиф, что за косяк Так, нет на ГГ Есть я на ГГ, все в порядке И уведомление должно было прийти Статс, лок ютермала пробивает Ютермал блочит мейн Ютермал блочит вторую В это время двойной дроп прилетает на третью базу Но в лоб-то здесь тоже надо отбиться И либератора нужно отвести Какой провал-то со стороны ютермала сейчас Либератор раскладывается раз Либератор два здесь рядом есть Но это минус два либератора за залп Зачем мертвейшую такую тему показывать Ютермал, ютермал Три либератора сейчас еще выйдет Нужно как можно больше засырить либераторов Это шанс будет Он пишет ГГ, куда ГГ-то еще шансы А, нет, 150-80 Вру, че я разорался-то Без шансов Даже такую игру не смог ютермал реализовать Судя по всему Идем на ГГ Погоди, как нету? Что значит нет на ГГ? Вот мой стрим первый, самый стоит в списке Все там есть Я не знаю, что ты имеешь ввиду На Корею На Корею На Азию в смысле А на Азии что? А на Азии И Тиуай против Солара Вот это будет замес, я думаю Посерьезнее Пшютермалов я вижу был не готов биться С остатцем абсолютно Хотя в каких-то моментах даже близко играл Ну а здесь я на канал К сожалению, не могу зайти Поэтому Пшютермалов я вижу Так, еще на воду нашел, а нет Теперь бы воду завезли бы еще в оконечную Пшютермалов я вижу Какое жилье Не знаю, в чём прикол. Баг не могу зайти. Баг не могу зайти. Баг не могу зайти. Ну что, ждём пока подчеркаются, сдадут. Баг не могу зайти. 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 здесь на данный матч, поэтому давайте посмотрим, что же здесь происходит у нас. Тивай против Солара. Обратите внимание. Тивай фаворит. Я думаю, что Тивай-то, собственно, здесь и должен тащить. Почему? Потому что всё на Тивай. Вчера он Депарчу, помните, что с ним сделал? С другой стороны, если он так же будет играть, Солар может быть готов. Но я думаю, что у Тива есть запас какие-то другие темки. Солар может быть. 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 Солар. Солар. Солар может быть. Солар может быть. Солар может быть. Солар- massa. Привет, Никс. Еще раз. Чем занимаюсь? делами занимаюсь много чем занимаюсь как то так наконец-то начинается игра погнали ребят сивающих против солора бо 5 храм во льдах первая карта ну не думаю что здесь ну хотя депарчо тиуай 3.0 развалил но депарчо не солор солор что-то глкп улыбается так ну что катку ставит солор 17-го газ пул потом пошел здесь стандартный абсолютно опенинг через рипер насколько я вижу либо через реактор сэшку сэшка сэшка ну скорее всего через рипера сэшка навряд ли это да рипер сэшка все стандартно абсолютно орбиталочка пошла сэшка сейчас будет заказано пошла ЦЦ ну а здесь понемножку оверы строят, сейчас дроны будут линги будут, сейчас заказаны и рипер вперед полетит королеву муж практически сразу по готовности пула будет подлетает риперочек ну дрону убить не получилось но пробку вынужден был спорку вынужден был заказать бомбануло под лингом он аж подлетел, здесь бедняга прямо под ним даже анимации взрыва не было, что самое интересное спорку Сулар отменил, рипер улетел мув скоро будет готов рипер к силнаге летит, насколько я вижу так, ну что, рипер к силнагу законтроливает до конца Продолжение следует... Так, здесь реперочек отдается, зато 4 гелика приезжают, оттевая вперед, Солар достраивает лингов, пытается гелиончиков сгрызть, но не так-то просто это оказывается сделать, гелионы уже в рабочих, 2 рабочих падают, еще 3 за залп просто в линию, еще по парочке залпы, еще одного подрезают, оттевая, сгрызься прям в рабочих, 7 минус 0, несколько лингов минус 0, но и гелионов 4 штучки было. Пользователь 3D, квейка активировал премиум на ваш канал. Спасибо, 3D, квейкер, тебе. Кстати, опа. Доступен последний смайл стал, ребятки. Шестой. Нужно будет туда что-то вставить. Естественно. Ну, нужно заказывать смайлик, здесь прессинг идет, посмотрите, от Солара. Либератор бомбит, нормально, будь добр, только падает от фаерболов, новенький Либератор раскладывает, сейчас минусует королеву одну, но падает и этот Либератор, остается только Банша, но Баншу-то посмотрите, здесь сбивать нечем, королев-то новых нету. И Банша тут на халяву начинает резвиться, хелбаты превращают, гелёны превращаются в хелбатов. Пуш, в общем-то, отбивая, 1 стивай, парабам в плюсе. Солар продолжает прессинг, новые королевы идут вперед. Где рабочие-то хелбатов-то надо вычинить, Баншу-то нужно вычинить. Так, Либератор новенький раскладывается, гелики здесь есть. Сколько лингов набегает, а? Прямо реально много. Надо было хелбатов обязательно раскладывать, здесь депушки тивай в последнюю секунду успевает прикрыть, забегает Солар, очень неприятное для тирана здесь обстоятельство. Хелбаты падают, все падает, на рампе есть новенькие хелбаты, королева по имечку подходит, но парабам пока ровная ситуация. Депушки бы, блин, закрыть бы, надо было бы здесь все бы, конечно, прикрыть бы. Так, по Либератору фаербулы пошли, 1 фаербул, если быть точно пошел. Нужно вычинить этого Либератора обязательно сейчас, иначе вообще бесполезно фаербулы накидал, получается. Банша трансформируется, хелбаты давно уже трансформировались. Либератор бомбит очень знатно сейчас, но фаербулы новые-новые прилетают сейчас. Вычиниваются, как его навычинивало, хорошо, так сейчас КСМ-очки. Королеву минусует, еще одну, еще одна королева падает, в итоге Баншук антрить здесь нечем. Опять же ТВ остается с Баншой, какой прикольный оборона и какой прессинг идет, но высочайший уровень игры. Баншук антрилы. ТВ остается с Баншук антрилы. Так. 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 Четыре мульчика кидается. Начинает Сиранчик добывать. Сор в итоге провалил фактически свой пуш. Ну как провалил, он убивал что-то, но цель-то была убить полностью оппонента, естественно. Здесь у нас забегания какие-то рингами идут, я вижу. Стенки как не было, так и нет. Здесь породы пушек обязательно надо поставить. Так, вот здесь вот проход есть утилая. Просто на все депошек он сейчас на заказу. Хелбат Максим Маги тут отжигает просто что надо. Посмотрите, здесь пожарище какое было только что. Гелионы заезжают на третью. А что там есть? Чилинги-то есть где-нибудь? Чем избивать гелионов, я не понимаю. Так, пожег королев, рабочих там пожег на газе сейчас. Тивай. У рабам 61-57, но лимит почти одинаковый. Не понял, а что дальность 15 бак? Почему на либераторе? Дальность 15 пишется. Аж не 15 далеко. Так, пожелку еще здесь рабов. Просто, я не знаю, его запарил Соварова сжечь, мне кажется. И ждет, и ждет. Пытается уехать. И два гелика даже уедут сейчас. Так, смотрю, битва экспертов в чатике идет. И один из экспертов утверждает, что либераторов можно отбить пилоном, стрэнджом. Я молчу уже про карту Сумеречные башни, где просто, если либераторы так прилетели стрэнджом, то там сразу гг-пишем выходим. Да и просто на любой карте, как бы, рейндж у либератора с рейнджом, погодите. А вот, рейндж доделся. Ну, здесь ошибка. Здесь 15 написано, а сейчас 18. Конечно, не 18. На самом деле, рейндж 8 получается. 5,8 или 7, погодите. 5,8 плюс 3 добавляют. В любом случае, у пилона 7 рейнджа. У либератора с рейнджом больше рейндж, поэтому невозможно отбить. Это, ну, какой-то баг, мне кажется. Рейндж не 15, здесь. Банши 6. Улетает либератор. Опять же, Скай Тиран. Вот этот пошел тиран в воздух. Либератора Банши от Тивайчика. Кстати, здесь ничего не прикрыто. Много где есть места не прикрыты. Но вторая воздушная атака уже делается. Суллор на трех базах сидит. Тивай достаточно отбиться, и все будет нормально. Так, либераторы притягиваются. Гидроид Суллор приходит. Ну, как же гидру жгут? Либераторы залп просто. Что творится, ребята? Куда гидрат вся делась? Либераторы бомбят просто. Что такое Гарим? Хе-хе-хе-хе. Не, ну рейндж не 18. 100 баллов досюда. Девяточка рейнджа примерно. 8-9. Ждем следующую игру. Что-то хост пока не создается. А вот и хвост. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Скорее бы нерфанули либераторов Ну как бы их собирались нерфануть в этом патче Но нерфануть-то их собирались не по земле, а по воздуху Вот что, два гиллиона на вторую базу дальнюю прорываются к зергу Ой, как жгут, ой, как жгут Ой, как рабочие их локтят Потеют все жёлтенькие Вот один уезжает дальше ещё Два демаджина Ну, пять пожёг рабочих плюс пара лингов А нет, лингов вообще не упало Даже странно, никого сплэшем не забрало Ну, пять рабочих, два гиллиончика выгодны Достаточно размен Рипер тоже спасся Вот он здесь рядом летает Армари пошло у Тивай Третья сэшка строится Подобный билд, как и в предыдущей игре Чё-то Тивай прям затренил, задрочил вот этот билд через воздушного тирана Посмотрим, будет ли Солар сейчас готов Кто-то не бегал, не готов Либерат Либерат ванша прилетает На инвиде просто начинает разваливать рабочих Пять уже минут Шесть Семь Можно улетать спокойно Вот этого забирать, крайнего Изи контроль от Тивай И здесь спорка стоит таким образом Что просто ничего не прикрывает Обратите внимание Что за дичь-то происходит Это что, 2-0, что ли? Спорка вон вдалеке Тивай, наконец, заметил я эту спорку Приходят четыре Так, пять хелбатов Ещё два сзади, семь хелбатов Плюс ещё банша долетает одна Эту баншу можешь забрать Уже помочь разваливать королев В принципе, можно Заходит хелбат с роучами Начинается бой Роуч номер один падает Роуч номер два пока не падает С королевами пытаются драться С колбата банши Но баншами нужно дронов разваливать Помогать Хелбаты там продержались некоторое время Но в итоге падают всё-таки все Пытаются рабочих хелбатиками пожечь Сивайчик И пожок не слабо, на самом деле Но пять дронов... Ну как не слабо? Пожок не слабо Дэмодзин их много Но погибло не так уж много Пять рабочих плюсом ещё к предыдущим Но в общей сложности Двадцать два дрона за эту игру погибло И для тирана это великолепно Но правда какие-то забегания лингов И вот которые моментально выжжены Просто гелионами оказываются Да всё выясненность уже про рейндж 10 без... Теоретически 10 без грейда на рейндж у либератора 14 с грейдом теоретически Но теоретически это значит, что Вот максимальный вот этот круг Дальняя граница Юнит должен зайти и выйти То есть это уже за кругом он иногда стреляет Вот что значит теоретически Внутри круга ещё меньше Это наверное 9 и 13 дней Так получается Стабильный рейндж Либератор разложен ЦТ-щик что-то строится Три старпарта здесь Плюс один на воздух У Соллера 1-1 Рейнджовые грейды пошли Так Банши летают характер Вон рабочий едет Халявный Заметил Тивай наконец-то Четыре у дрончиков Ещё минусуют Соллера строил больше чем Тивай рабочих Тем не менее Халявит очень жёстко Соллера очень живуч Ну конечно великолепный зерк Почему бы ему не быть живучим Почему бы ему не халявить ЦЦ-шка полетела Посмотрите на четвёртую базу Ну здесь крипчик налить Нужно срочно взять Либераторов сбить этого овера С крипчиком Вот когда либераторов По патчу В общем-то понерфят Тогда овера Они например Так быстро не убьют У них будет по тяжёлым Три по тяжёлым По лёгким Три плюс четыре По моему да Или четыре плюс Четыре плюс три По моему будет Ну то есть Два раза практически слабее Они будут бить По карапторам По оверам Думаю что это верно Все-таки карапторы Как-то покрепче должны быть А то Когда там Десять либераторов Десять Двенадцать либераторов Делают залп Особенно если Атака армора Переезжает Даже с равной атакой Они Весь стэк Который в залп попадает Сразу складывают В залпы фактически Ну не десять Побольше Не один А пару залпов Здесь игры Ды равные Смотрите Вай летит на Майнк Солуру А что есть у Солуру Вообще Давайте посмотрим Тринадцать гидралов Шесть королев Прохладно Раскладываются Либераторы Кажется Королеву Прибомбило Спорку Сейчас Тивай Забомбит Солуру Моментально Сканы Идут Позицию Можно занять Позицию Более грамотную Сейчас Так Под спорку Говоришь Не надо А Либераторы Без рейнджа Ну вот Был бы рейндж Либератором Тут вообще Б уже БГГ Можно было бы Делать Фактически Королеву Уничтожено Моментально Спорки Падают Банжи Начинает Бомбить Здесь Хелбатик Приехал Один Здесь Контур Забегание Роуч Ведет Против Контур Забегания Вот Этот Стиль На самом деле Слабовато Выглядит Вот Теоретически Рейндж Максимальный Был Десять Сейчас Вот Здесь Роуч Погиб Вы Сами Видели А Был он Здесь Сначала Он Успел Выбежит Вот Сюда Либератор Его Минус Получается Что Так Гидрала Идут Вперед Как Гидрала Либератора Унижают Просто Жесть Какая Залпа С удара Гелен Приезжает На Девять Часов Рабочие У Солара Падают Двяносто Рабочие Тиванят Хватит Двяносто Тут Еще Моразнулся Что Ли Двяносто Рабочих Отстроил Тиран Сейчас Два Один Греды Два Армари Начинают Делаться Ну Что Что Интересно Здесь Забегание Роучи Идет Наверное Вот К этому Стилю Несколько Танков Нужно Стеночки Грамотные И по паре Танков Здесь За Планетаркой Здесь День За Стенкой Чтобы Такие Забегания Либераторами Вот Это Все Отбивать Прохлада Полная На самом деле Так Здесь Тивай Продолжает Давить Либератора Плюс Банши Плюс Гелиона Гидрой Подтягивает 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 Тут Не особо Помогает Банши Подтягивает Солор 173 179 Подходит Ближе В наглую Либератор Прям В наглую Ближе Подходит Под Гидру Гидрой Надо было Выходить Вот сюда Вне Ренджа Но Солор Решил Что Не будет Никуда Выходить Что-то Повалило Все Запрещают Либератора Освобождают Запрещают Строить Видишь Те Как Видишь Те Видишь Те Вот Так Вот Как Там Я не понимаю Как Можно Такой Масс Микс Играть И не Делать Ренджа Либератор Типа И так Сойдет Что-ли Без Ренджа Получается Отбиваться Солора И рабочий Достаточно Много Ульз Он Здесь Сэшки По всей Карте Идут Сейчас Потери Видите Не в пользу Зерга 59 Дронов За игру Погибло Уже Здорово Окей С Конец С В тренингсию заходим. В тренингсию заходим. В тренингсию заходим. В тренинге 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 заходим. Субтитры сделал DimaTorzok Кто недавно подошел Reaper смещается Сейчас похарасил, полетел Тивай забрал одного Линга, по-моему, да А Овера такая успел Кто Овера завалил? Какой-то из Мариков, видимо, Овера завалил И билд-то совершенно другой Здесь у Тивая, кстати Через танк Марики Передрок сначала Марики Минк Потом танчик будет И уж не через обычный листиль Со стимпаком здесь Тивай бьется Факта перелетает Что на лабу сейчас полетит Барак ли это будет, либо что-то другое Вопрос хороший Пока на лабе вообще ничего Или это все-таки, опять же, такой стиль Появилось время ВЦС 12 будет, 12 по Москве ВЦС получается у нас Послезавтра, или как оно получается В году там ВЦС начинается Я не понимаю пока Вроде не завтра, судя по Потому что больше суток Там на Тим Ликвиде до него Еще Да, 1д, 1д и 21 аут Все дела Суббота, да Субботу в 12 Ну да, наверное, так и есть Завтра тоже что-нибудь постримули от него, пожалуй А вот сегодня Есть еще Много дел у меня Поэтому Сидим после кухни хапа Все, я думаю Так, пытается Тивай здесь подхарасить Снизу С лоу-граунда Опасно Он это очень делает Я вам скажу Ну только танк, собственно Тивай увез Ну нормально Еще танком здесь пострелял Две инженерки делаются Либератор Стимпак заказан Ну в этот раз Да, не воздушный тиран Вот Тивай идет Но У Сулара Обратите внимание У Сулара уже 1-1 грейды делается И это очень опасно Я считаю обстоятельства Танк плюс Либератор Ну это вообще Конечно Зашквар тут для зерга полный Улетает Тивай Прикольно Хараса исполняет Королева залезла Далековато Слишком Минус Королева Здесь раскладочка Опять на газ пошла Оп как линду Так и все горят от него Вот на этих настройках Прикольно Юнит От Либератора От этого Улетает Тивай Ну нужно улетать Медиваком Погибнет 1-1 грейды делается Здесь уже второй армор пошел Сейчас 2-2 Будут заказаны грейды Либератор на второй базе прилетел Начинает освобождать От добычи минералов Сулара сейчас Королева минус Вот теоретически Больший рейндж Уже вышел Из круга А она стреляет Такейра Привет Всем привет Ребят Ну Сулар решил Что нужно отбиваться Здесь Отбивается Но один дрон Раньше времени Приехал Сейчас Сулар Его раньше времени Привел Ну парабам Хорошо 64-54 Лимит одинаковый Но 3-3 базы Как-то так себе расклад Но 2-2 Уже делают Здесь 1-1 Еще Будут делаться Почти Ну только Половина готовности 1-1 А здесь Чуть ли не на половину Он уже 2-2 Сделан По грейдам Опережения У Сулара Просто гигантская И вот это Это и нужно Ему видимо Использовать Будет Не видимо Ему обязательно Нужно Это будет Использовать Чтобы вырвать Победу В этой игре Если он не вырвет То беда И кстати Смотрите Какой завтык Мува Бэрингом Нет И не заказан Хотя спайер Уже готов Что за втыки Такие глупые Сгружает Сулар Мариков Здесь уже золото Кстати По чуть-чуть Добывается Обратите внимание Ну тут Очень грамотно Сулар Расстреляет На две части Своих юнитов Подгоняет Все Бэрингов Тивайк Кстати Минусует Хорошо Но достаточно Лингов Тем более 1-1 Дерется В 0-0 Тирана 1-1 Ведь не готовы Еще Вот только Сейчас они Доделались Тигрэйды Ну бэйном Будет заказан Или нет Королеву Вранжа Либератора Ошибка Не уконтроливая Сулар Такие моменты Маленькие Вроде Недочетики Но В итоге Посмотрите Эта база Тысячу лет Не будут Здесь добываться Нужно Королеву Взять И королеву Здесь Марики Разорвать Хотят Просто на куски Сейчас Нужно Лингами Прикрыть Королева Еле ушла Нужно Вот сюда Завести За Либератора И отбить Спокойно Здесь выход На золото Очередной Идет Наконец-то Тивай Сулар Точнее Простите Заметил Что У него Мук Бэйлингом Просто Отсутствует Ой Какой Сплит Фейловый Оттивай Ну как Минки Сейчас Какие Залпы Сделали По Лингам Что Прямо Вообще Разорвало Ну вот У Бэйном Нет Тивай Это Использует Очень Четко И Тяжело Сулару Но он Отбивается Пока 2-2 Сейчас Будет Готов Здесь Добычу Установил Я даже Не заметил Как Установил Чем Отбил Либератора И Кораптер Полетели Первое Кораптер Ой Когтевай Кораптер Сейчас Прогоняет Жестко Пытается Отфокусить Их Не так Просто Это Оказывается Ну Часть Отфокусил Что У нас По Добыче Добыча Уже РГУ Кстати 3000 На 2700 За счет Зубатой Вот Этой Баски Четвертой Но Здесь Три Минки Которые Могут Так Жахнуть В итоге Просто Плотненько Причем Позиция Этых Минок Идеальная И сюда Просто Тивай Приводит Юнитов Своих Ой Что Сейчас Эта Минка Сотворила Одна Из Минок Третья Там Наверное Штук 10 Бэйнов Погибло Еще и Лингов Значительная Часть Но Так Хватает Ли Солуру Бэйлинга Лингов Хватает Вроде Как Только Вышедших Правда С Прироста И то Еле Еле Хватает Бэйлингов Тивай Очень Хорошо Покусит Моряки Дерутся Хорошо Но Лингов Все-таки Все Подгрызает Здесь Вечередной Раз Либератор Прилетел Пять Дронов Именно Здесь Погибли Именно На этой Базе Королевы Нужно Зайти Как-то Сверху Либо Скорку Перекапывать Быстрее 21 Бэйлинг Линги Еще У Солара Заказаны Тивай Продолжает Своё Невероятное Давление На Солара Солар Справляется Или нет Пока Я не могу Понять Еще Грейды 1-1 2-2 Зерговские Сейчас Еще У Тивая Грейды Станут Одинаковые С Соларом И вот Это Вообще Может Привести К полному Провалу Все Грейды Уже Одинаковые Стали Только Армор Сейчас Секунда На секунду Доделается И Третью Атаку Сразу Тивай Запиливает Но У Тивая 30 Сэшки Вот Он Четвертый Полетел Ближний К Солару Солар Не муталисков Ничего Ну хотя Кораптеры Есть У него Муталиски 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 Кораптеры Либератору Обилку Стоптанк Разложенный Влезал Я предлагаю Либератору Обилку Чтоб он С Баттлкруизером В один юнит Трансформировался Вместе И Баттлкруизер Б просто Навился Баттлкруизером Из первого Старкрафта Ну он Вы помните Кто играл Там он Не пью-пью-пью Пулеметиками Такими Стрелял Плазменными Как бы А Единичными Выстрелами Но с сильным Дэмэджем По 30 Бил Ну А Либератор Когда с ним Сливался Чтоб он Как по земле По 85 Бил И по воздуху И по земле Просто такими Одинаковыми Вот это было бы Нормально Я думаю Вообще Баттлкруизер Б был так Баттлкруизер Солар пытается Тивая давить Но Тивая По лимиту Больше Тивая Контердроп На золото Делает у Солара Проблемы на золоте Караптеры падают Все падает 3-0 Походу Да Гэгэнчик 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 Гэгэшечка Ну что же Забомбила Забомбила Дружка Другана Что-то Изи Прям Уже Гэгэнчик Гэгэнчик так ну что на канале меня нету поэтому носит так на сегодня здесь у нас все получается да так делаю стоп-старт без задержки вернуть сейчас подождите а это все конечно будет выложено на youtube